Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Сейчас я покажу свою бывшую работу. Это у нас вот такой погреб в доме. Почти, можно сказать, подвал. Сейчас буду туда спускаться. Тут, конечно, всё не доделано до конца, но я покажу именно то, что я делал. И делала моя команда, бригада. Здесь у нас был погреб. Выкопана вот такая часть прямоугольная, узкая. И она вот тут осталась недоделано, но это уже зависело от хозяев, не от меня. Узкая вот такая часть. И узкий спуск был, лестница такая металлическая. И низко, надо было пригнуться очень низко, чтобы сюда зайти. Сейчас я расскажу, что мы тут делали. Во-первых, мы выкопали сюда такое удлинение. Вот видно по кирпичу, как это всё происходило. Вот края стенки, и сюда уже доложен кирпич. Здесь была выкопана, тут такая глина, песок, земля, чернозём. В общем, всё это в разные слоя. Здесь были поставлены деревянные такие загородки, в которые насыпался песок. Потом заливался бетон вертикально. О, видно вот железный штырь. Сейчас покажу поближе. Вот. Забуривался железный штырь, заливался бетон, и сверху площадка из бетона делалась. То есть, всё это надёжно. Здесь у нас была земля. Вот видно кирпич. Это его не убирали, потому что боялись, а потом мы уже просто отсюда ушли. Мы боялись, что если мы его начнём сбивать, вывалится кусок земли в ту сторону, и придётся очень много докидывать, добрасывать. Вот видно часть под штукатуркой. Была очень близко сетка. И она начала... Защитный слой был маленький, и сетка начала вылазить штукатурная. Здесь поштукатурена земля. Вот точно так же, как с этой стороны. Вот такая была неудобь. Здесь и песок, и чернозём, и кирпичный бой, мусор всякий. Вот это была верхняя часть. Это было насыпано. Дальше шла чистая почва, первозданная, какая здесь появилась. Здесь мы чуть-чуть доложили, докидали. Вот видно тоже часть сетки торчит. До кирпичной кладки, которая здесь была. и такая площадка с поворотом. И такая площадка с поворотом. Это у нас арка оставалась, которая была. Здесь провели освещение. Вот таким проводом, довольно-таки простым проводом. провели освещение. И здесь был купол. Сейчас покажу. На моём примере. Здесь плавно переходило в купол. Вот видно. Вот эта часть кирпича, она уходит. Это был купол. Мы его срубили, потому что с той стороны начали строить пристройку. И этот купол, мы понизили уровень почвы до уровень нуля первого этажа. Почти до уровня почвы. Чуть-чуть приподняли, а остальное срезали. И получился этот купол сильно торчал. Вот тоже кирпичи, которые уходили туда. Дальше. Всё это было срезано вровень. Уложен пенопласт пятёрка. Здесь были деревянные такие установлены доски наложены. На поддон, или два поддона стояло. И к ним были прибиты, по-моему, вот это один из поддонов, применяется до сих пор здесь в качестве подкладки. И залит сверху бетон. Были заложены вот такие из оцинкованной жести две закладные под бетон, под освещение, чтобы потолочно было освещение. И получилось так. Здесь поштукатурили кирпич, хотя его нежелательно было это делать штукатурить, потому что он получился тонким слоем, и он от времени, от влаги начал отставать. Вот именно кирпич начал отрывать куски кирпича, и там был не вот такой вот раствор, этот старый, который не... Ну, в общем, это такая глина с песком, и оно не держит совершенно. То есть, это была ошибка. Вот такая была наша ошибка. А снизу где-то... Сейчас я покажу. Вот видно сетка. Вот так, чтобы меня тоже было видно. Так, вот это у нас сетка. Это у нас заканчивалась. Заканчивалась кладка, и дальше мы углубили. Мы углубили больше, чем на метр, но тут еще делали из раствора растяжку. И поштукатурили, выкопали аккуратненько, выкопали кирпич, вот этот, который есть. И поштукатурили тоже. Тут чистый песок. Тут уже не земля, не глина, ничего, а песок. Но такой плотный, что он очень крепко держался. Его было очень трудно копать. Он слежавшийся, нанесен был рекой Днепр, которая здесь когда-то протекала. И вот эту сетку прибивали гвоздями. В некоторых местах она держалась слабо. Иногда ржавыми, старыми гвоздями, иногда новыми. И вот так она была. Это метровая сетка, штукатурная. Вот она на таком уровне. По периметру вот так вот все шло. И видно, что она держится хорошо. Вот. В некоторых местах слой, конечно, не очень большой. Но вот так получилось. Здесь было доложено из кирпича. Потому что это кусок стены был обвален. Он обвалился. И пришлось докладывать срочно из кирпича. Вот. Вот такой угол. Потому что то есть оно неминуемо увеличивалось бы этот обвал дальше. А здесь, по-моему, здесь, по-моему, удалось подложить кирпич без потери стены. Здесь выложили из кирпича две такие ступеньки. И одна ложная ступенька. Так что землю и песок штукатурить можно. В принципе, бывает, конечно, что выглядывает сетка. Но от этого никуда не деться. Потому что толщина разная. Получалось, сетка бывала брызжами. И от этого избавиться нельзя. Наращивать толщину можно. или оставить так, как есть. Подождать, пока схватится. Аккуратненько вырезать ножницами или болгаркой. И потом обратно заделать. Использовался цемент 500 марки. Портланд цемент 500 марки. Влагостойкая добавка. Вот здесь видно. Это все замеливалось кистью. Сначала так заштукатуривали, ковшом закидывали, а затем затирали вручную в таких вот перчатках. Таких тогда еще надписей не было. Но это так делалось. Вот. Утеплитель хорошо помогает. Даже летом здесь не жарко. ухранить ухранить не так конечно хорошо. Но зимой здесь ничего не промерзает. И в принципе можно пользоваться круглогодично. сверху здесь расположены вот такие двери. Даже тут бабочки зимуют. Вот такие вот бабочки. вот покажу здесь сбоку. Бабочка видно только сбоку. Вот такие двери использовались в качестве накрытия. Их прибурили. Засверлились. Тут дубовые лаги были. Засверлились. Прикрепили направляющие погрунтовали. смолой и вот так двери выдержали. Сверху положили на двери чтобы можно было по ним ходить. Это у нас ДВП обычные клееные. А сверху положили фанеру чтобы она держалась. Куски были небольшие и фанеру удал... фанеру ложили поперек. Вот видно как выкладывали. Вот в принципе можно по ним ходить по этим дверям. Арсений селезнев зверобой это о том как можно сделать подвал или погреб в доме в принципе так называемый как здесь называют селах свой потому потому что если сделан на улице его могут обнести обокрасть или выстоять как говорится а в доме он свой в любую погоду в любую непогоду можно зайти спуститься применить и использовать Арсений селезнев зверобой это одна из моих работ погреб подписывайтесь на канал смотрите обновления пока пока